Испортбетском Живой азарт и холодный расчет Старладдер ТВ представляет 10-й юбилейный сезон звездной серии Дота 2 Лучшие команды со всех континентов Самые популярные студии и комментаторы SLTV, Beyond the Summit, ImbaTV и LGDTV Сотни часов трансляций на пяти языках и гранд-финал с участием легенд Дота 2 Покупай билет, следи за матчами звездной серии в клиенте игры и вноси свой вклад в призовой фонд турнира Впервые вместе с покупкой билета ты получаешь уникальный сет на Тини и компендиум Старладдер ТВ с системой достижений Следи за ростом призового фонда и получай дополнительные призы Для начала, буст игрового опыта Далее специальный лоадскрин от Старладдер ТВ Худ турниров, матч всех звезд, игровой курьер и новый сет на одного из самых сильных героев Дота 2 Ты увидишь это первым Следи за событиями на сайте Дота 2 Старладдер ТВ Покупай билет на Старладдер Или подвергнешься тщательному анализу Что ж, доброго времени суток, дорогие друзья С вами студия Старладдер ТВ, это God Hunt И у нас впереди огромное количество матчей К сожалению, адекват опоздал буквально на минутку Но со следующего матча он обязательно присоединится Ну, первый матч Team Empire против Cliff Вот оно, расписание на сегодня Сегодня с вечера до поздней ночи мы с вами будем наблюдать Огромное количество интересной Дотки Три игры Team Empire, игра Na'Vi против Virtus.pro Hellraisers против Cloud9 И закончат на сегодня Virtus.pro против Cliff Игровой день Ну, а пока давайте посмотрим немного информации об играющих командах на сегодня Empire против Cliff Пока идут пики-баны, можно немного порассуждать Вот ростеры Resolution, Fly, Mag, Silent и Алексей Соло Против Hakon, Stress, Roger, Sanneiko и Metrim Да, но эти лица, я думаю, вам уже знакомы Не первый сезон они находятся в Старладдере А вот их позиция в турнирной сетке Team Empire, 11 строчка Пять матчей, две победы, три поражения, шесть очков Пока не очень Ну и команда Cliff находится на 16 строке Девять матчей, одна победа, восемь поражений И три очка в копилке Не так много, надо срочно исправлять ситуацию Ну а вот они пики и баны Batrider, Brewmaster, Vengeful Spirit для Team Empire Кливы забирают себе Sky Mage и Kentavra В бане находятся Lycanthrop, Void, Patma и Rasta Ну и имперцы избавились от Разора, Банши, Шейкера и Вайпера Третий пик от Cliff Есть оффлейнер, есть сильный саппорт Нужно в связочку еще одного кого-то саппорта Не знаю, будет ли браться кто-то под Кентавром Какой-нибудь Shadow Demon, например Потому что с Кентавром можно и триплу сильную поставить Ну а Team Empire взяли себе Batrider в оффлейн Брю скорее всего отправится в мид Есть Винга Пока никакого сильного пуш-потенциала ни у той, ни у другой команды нет Значит будут играть на киллы, на агрессию Без мгновенного сноса ТВРов 45 секунд бонус тайма Что же появится? Нужен мидер Против Брю Разора забанили, Баншу забанили Что у нас еще из мейнстрима остается в мид? Может быть пак какой-то? Красный Silence будет Хотя Брю уже есть чем заткнуть Но лишний не помешает Ну Хакону судя по всему героя уже взяли Rise King появляется Непонятно в роли кого будет ли это вторым саппортом Или же это будет фармящий керри Это мы увидим только по окончанию пиков Имперцам победы очень нужны У них уже есть достаточное количество поражений Если они хотят претендовать на выход на лан То сейчас нужно очень-очень сильно потеть Visage для Team Empire Dark Seer появляется Ого! Вот это возможно медовый Dark Seer будет Который против Брю себя будет неплохо чувствовать Во-первых и Брю будет неуютно То, что его постоянно щитком будет коцать Ну и Dark Seerу что-либо трудно сделать Из станов там пока Только в Envy Full Spirit есть Визаж Фамильяры Не так быстро появляются Пятый бан от Team Empire Надо еще угадать кто и куда пойдет Что и SkyMage иногда в middle ходит И при быстром седьмом уровне потом начинает по всей карте ходить И докучать своим оппонентам Dark Seer очень хороший оффлейнер Кентавр может пойти и фармить на Изи Минус Sun King Банят все-таки саппорта Чем ответит Клифф Не появятся ли тут траксы? Вот я вижу забанили луну Но с таким набором героев Винга, Визейдж И если еще появится тракса То атаки с руки будет просто миллион Вопрос рискнет ли маг Попробовать сыграть тем Чем Cloud9 просто на интернешнале Унижали любых оппонентов Включая там Вичи Гейминг Кого только они не бомбили Этой траксой с фамильярами Атакой под 90 Тракса сюда заходит очень даже хорошо Ну что, пикнет маг Самого сильного героя в доте Нет, я не про Рикимару Я про Драксу все же Потому что Рикимару тоже Самый сильный герой в доте Почему нет? В принципе есть Бэтрайдер Который инициатор хороший Брю тоже очень хороший инициатор Есть герои, которые могут вытащить Траксу из файта Это, например, Винга со свапом Я не знаю Почему бы не рискнуть и не пикнуть Добавили Луну Потому что тоже с Ауэрой Очень много бы дэмэджа было рядом с Вингой Тот же Визейдж собирает себе медальку И ребята просто уничтожают все Скаймейдж там будет вообще на две тычки С его-то количеством армора и ХП Что, 20 секунд, Мак? Уже очень много времени идет Последний пик Это Тракса Да, ну, шло все к этому Действительно Само напрашивалось Два героя забраны Которые под Траксу заходят великолепно И оставалось только поставить жирную точку В лице зверя Ну и чем ответит Клифф Теперь Клифф прекрасно понимает То, что Теперь здесь грозное оружие Кроме Траксы Есть еще Визейдж Фамильяра, которого будут носить Просто уйму дэмэджа Поэтому, скорее всего, Райс Кинга Надо делать керри Через дайгер Чтобы он врывался И пытался Хоть как-то разрубить Это пак Тот, о котором я говорил Еще два или три пика назад Я говорю о том, что он может отправиться в мид Скорее всего, его туда и отправят Потому что Куда еще? Да, это снова мое лицо Вот ставки на egamingbets.com 1 1 1-2 на Эмпайр На клевов 4 И 4 Да, хотите разбогатеть Ставьте на Клифф Всего лишь надо будет, чтобы они выиграли Самая маленькая часть останется Ну вот, статистика команд Среднее количество убит за игру Империя 29,1 24,1 По смертям Клевы убивают 17,2 Но вот умирают гораздо чаще 29,6 57% минрейт у Империи 7 матчей 4 победы 3 поражения У клевов чуть хуже 9 матчей 1 победа 8 поражений 11,1% Твинрейта Ну, зато коэффициент очень хороший Моя любимая клавиатура А мне вот тут советуют Выключить самый лучший худ И включить стандартный Но у меня же самый лучший За 10 долларов Да, кстати, покупайте, дорогие друзья, билеты 239,890 долларов на данный момент составляет призовой фонд И я вам предлагаю его как минимум за эту игру до 240 догнать Это, наверное, правильно будет Что ж, Клифф Стресс играет на Апаке Митрим, Скай Мэйдж Ваха, Райс Кинг Хакон, Дарксир Роджер играет на Кентавр в Варранере Империя Маг Бэтрайдер Always Wanna Fly Понятное дело, Визэйдж Один из любимых персонажей мага Резолюшн будет играть на Брюмастере Соло Венги Фулл Спирит И Сайлант играет на Дроу Рейнджер Ну, посмотрим Что на топе? На топе у нас уже Дарксир Да, отправляется на Офлейн Против него будет здесь очень жесткая триплай Если подцепят и не успеет кинуть Сирдж Сайлант Успеет кастануть Сайлант То, скорее всего, не уходит Здесь маг будет стоять на Офлейне Уже плюс пять атаки от Аура Тракса имеется Ну и Брюм В медле, понятное дело Против Пака, как я и говорил Контроль у руны Через пять секунд она появится Кто-то ее спионерит определенно Появляется руна На ботаме Дабл дэмэдж Можно оставить Паку, конечно Но Пак тогда не успеет на Некоторых крипов Поэтому заберет, скорее всего, Райс Кинг Он тут, я понимаю, фармящим будет Или Кентавр будет фармящим Пока непонятно У Кентавра щиток Здесь тоже три тангусов Ласка, Кварити Кто тут будет саппортировать, кто фармить Не ясно Где Сайлант уже крипа угробил? Какого? Кого он ушатал? Дабл дэмэдж Забирает себе Райс Кинг Отправляется на ботам Ну и вот в медле будет противостояние Пока Пак ничего не может предъявить Брюм Пока слишком мало дэмэджа Наносит Элизори Арбану С появлением... Так, у нас на ботами Мак уже уходит Да, я думал, что его тут спанули Слишком много точек было возле него Размен ПХП Соло Пошел стан Хакон Так можно и спионериться на самом деле Да, уходит Хакон Отпивается тут же флаской Тратит ее буквально на первой минуте Это не очень хорошо для оффлейна Соло Бегает от щитка Домид же много тоже наполучал Придется отъедаться тангусами Главное Дарксиру не давать получать экспум Хотя второй уровень он уже получил Два щитка, крипы горят Лейн, понятно, будет пушиться в сторону Сайлента Дает небольшой бонус в шугании Хакона Резолюшн Здесь же обузится Боттл Вопрос через что пойдет с Айланд Будет ли он собирать Мидас И пытаться максимально быстро получать 11 уровень Заход в спину У Дарксира сейчас могут быть небольшие проблемы Нету Соло нет Вижна Поэтому стан Алексей дать не может Ну и Мак в лесах Выфармливает пока крипов Чужих наглец В медле 8 на 1 против 7 на 2 По крипам тут все достаточно ровно Никто никого не щемит Хакон прибегает на руну Здесь ее нет Она на ботами у Мага Маг забирает хосту Ну и что он пойдет с этой Вот это наш великолепный стул Так Мак идет в спину на мидл Будет ли Ганг Или не будет Ганга Или он пытается Куру дождаться Нет если Куру дождаться То не самое лучшее время Потому что она Хотя пошел Паджик Пошел и сейчас Возможно его цепанут Мак встает на хайграунд для Вижена Паджик не успеет взлететь Если только пойдет в обход Паджик идет в обход Читают сейчас игру Кливы И не отдают Цивого Курьера Иначе это было бы Очень сильный буст для Team Empire Все Паджик бежит назад Все нормально Что здесь Здесь фармящий все таки Кентавр 16 на 3 По крипам Роджер Че и Денай Тут все что можно Резолюшн клэп Ну отопьется пак У пака полный боттл Денай 15 на 5 Против 10 на 3 Вот сейчас чуть-чуть По крипам вперед Вырывается резолюшн Сайлент на топе Уже подходит к таверу И Пошел первый дамедж По нему Райсбенд Гловус оф хаст Есть бутсы Судя по всему Появится все таки ПТ быстро Без мидосов Да Вот то что Два крипа Со вторым щитком Дамеджин Наносит просто уйма Ну сайленту попроще Он рейнджовый герой Так что дамеджин Особо не получает Маг уходит в леса Понимая то что На лейне ему ничего не светит Это правильное решение Тут действительно Один раз подставься Это слоу Стан И Ты минус Роджер 950 на руках Есть сапог Либо транпилы Либо очень быстрый даггер Здесь будет Выход на руну Руна Редина Резолюшн Пак запрыгивает Пошел клэп А теперь чем уходить то Пивко А это байтбол Резолюшн нацепляют А это фб Деваться здесь некуда Ультимейта нет Маны тоже Можно скушать стики Но это не поможет Резолюшн Скушал стики Погибает Стан Стресса Подходит сюда Хакон У соло большие проблемы Накинули щиток на ваху Это минус 2 Клевые очень хорошо Начинают игру Вот этот байт На руну Пак вроде как Залетел И понимал Резолюшн То что эскейпов У него никаких не остается И можно его просто бить Накинуть пивко И никуда пак не денется Но там подоспели Бравые ребята с ботома Сайлент Пятый уровень Паткал В хаконах Хакон Толстоват Поэтому может что-то выдержит У него есть Соуринг на реген Еще и тангусы Так что чем по регене У него тут есть Соло смещается на ботом Здесь пытается получить Хоть какой-то экспириенс Третий уровень Есть второй стан Есть аура Резолюшн Теперь есть ультимейт Главное не попасть Под огромное количество Сайлентса И все будет нормально Можно будет заэскейпиться Флай Третий уровень До фамильяров Еще долго Начальные стадии Они пока будут только бонус В том что стан дают Немного помогут фармить Флайлеса Ну а вот если игру затянется На 30-40 минут И у Сайлента появится Много артефактов на ловкость Тогда фамильяры Станут чуть ли не Самым грозным оружием на карте Стресса еще нет Шестого уровня Ставится вард Не очень хороший ганг потенциал У ребят из Эмпайр Да есть соло со станом Это здорово Но в остальном гангать Очень трудно Тем более паков Загангать пакой в медле С таким количеством эскейпов Это проблематично Стан по флаю Флай уходит из сюда Маг фармит свои стаки Уже четвертый уровень Как на зло големчики появились Есть пятый Потихонечку Потихонечку Придет к своему даггеру На топе Стычка Цепляет флай Есть Слоу Лизори Арба Запрыгивает пак Минус флай Да смещает сюда Резолюшн с соло Спалился смоук Хакон Тут же убегать Получает стан Здесь Сайлент Уже расстреливает Пошел клэп Минус хакон Пытается уйти Алексей Соло Получает Стан Отличный Дримкоил По твоим Стресс Булыжник по лицу Пытается уйти Будет еще булыжник Булыжник через две Одну Но он уже отпился банкой Нет вижена Он может еще заивейдить Ваху там в любом случае Разрубили Есть сюда ТП Не резолюшн Надо уйти Подвигается Тахакон На клэп не хватает Но здесь 10 стиков И можно если что И на развороте подраться В любом случае Драка 2 В 1 Потеряли визажа Забрали двух игроков Тим Клифф Потыкали тавер Здесь неплохо У Сайлент Уже есть 7 уровень Вторая аура Третья стрела И в единичку Сайлент Резолюшн возвращается В мидл Где ему надо Подпушить лейн Заставить сместиться Игроков Стопа Стан Сайлент Дабл эдж Очень много демеджа Подсевили Пошел Сайлент И просто расстреливает Минус Роджер Подходит сюда Ваха Стан Сайлента Сайлент все равно переживает Пошла иллюзория Арба Сайлент И выйдет Пак запрыгивает Но тут уже не уйти конечно Сайлент погибает Попытка расстрелять Райс Кинга Пока он живет Уходит Туда где нет вижена Соло Минус Цепляют еще флай Здесь же стресс Дрим Коил Через 15 секунд Подбегает Это минус флай Трипл кью от стресса Да стресс просто тут сейчас Аннигилирует на самом деле 4.02 стата Уже очень Очень сильно Откормился пак Рун Регина Забирает резолюшн Да может попробовать Тут попинаться Но понятное дело Что пак он не убивает Но то что погиб Сайлент Это не есть хорошо Сайлент идет сразу В Яшу Пайт Бен тебе ТП в мидл Стамбит Стресс Жив Резолюшн Ультимейта нет Минус резолюшн Еще и цепляют соло Есть слоу Есть сайлент Роджер по спине бьет Будет еще раз каст Есть Дрим Коил Не девается отсюда соло Никуда Минус солыч 8.03 в пользу клип Что у нас по графикам 3.800 нетворса От Роксы Да Сайлент на коне просто 3.500 у Кентавра 3.400 пак 2.800 брюмастер 2.600 маг По графикам У Эмпайр Преимущество В 500 золото По экспе То же самое Пока еще впереди Несмотря на то что Проигрывают 8.3 по счету По золоту По экспе Это не видно Ну и опять Оставляют сайлент Оформить Что может быть ошибкой Роджер Уже с даггером Заходит Маг Запрыгнули Не туда Нет вижена Чтобы дать стан Главное Сейчас могу не подставиться Пошел файрфлай Да Тут уже не цепанут Бэтрайдер Есть 7 уровень Есть лассо Но до даггера Чуть-чуть не хватает Был бы даггер Уже можно было Пробовать Цеплять кого-то Вытаскивать И убивать Флай Дивардинг У резолюшина Есть ультимейт Даггеров пока нет Да Чуть-чуть Бэтрайдеру Чуть-чуть Брюмастеру Вырастет мобильность Маг идет дофармливать Начинает делать стаки Ну а Сайлент Спокойненько стоит На топе И бьет крипов Теперь фармить Врайсхинг Да Нужен мужестой уровень Для реинкарнации Вот его и оставляют На Экспириенс Так сказать На ботами Смоук В медле Куда пойдут Флай сейчас Специально спалился Я так понимаю Резолюшин Без даггера Ворваться не сможет Хотя кентавра Подцепить по-хорошему Надо Но он с даггером Это будет очень трудно Знает Что вы фармили Здесь шестого уровня Еще нет Можно попробовать Спануть Вот он Заход на Райсхинга Ультимейт У кентавра Присутствует Могут нажать Чтобы пытался Убежать Ваха Клэп Пошел ультимейт Но Ваха Развернулся И за это Погибает Надо было просто Бежать Обращать внимание На соло Возможно Был бы шанс Тогда выжить В миде Снова заход На флая Флай Получает слоу Кентавр запрыгивает Стан Есть дабл эдж Оставляет килл кому-то Нет Не стал тратить ХП на дабл эдж Просто так забили 9-4 Одиннадцатая минута Наконец-то Появляются фамильяры Сайлант Что же приобрелся Да Есть уже Яша Есть Яша Летит к нему Что тут у Тавара У Тавара 373 хп Фортификейшн Нет Можно попробовать Забрать Резолюшн на ботами С даггером Маг Тоже с даггером Может Какого-то попробовать Вытащить под сайлента Ой Минус финга Где-то спанули В миде Запрыгает резолюшн Одного развалил Это размен 1 в 1 Стресс Суаться здесь уже не будет Римкоил потратил Ничего нет Ну и Сайлант Сейчас должен идти Просто сносить Тавар В наглую Подлетают сюда фамильяры Ну и вот он Что происходит с Таваром Да Тавар разваливается Мгновенно Для визажа Не получилось цепануть Митрим успел Повесить слоу На мага Маг Не подцепил Лосошкой В резолюшн По-прежнему Есть ультимейт Ну вот Если сейчас пойдут Сносить Тавара Как они могут Это делать С помощью тракции Фамильяров То могут Вперед По золоту Очень сильно Вырваться Ребята Из Эмпайр Вот сейчас и происходит Уже 2000 преимущества По золоту По экспе Полторы Главное Не останавливаться На достигнутом Тогда все будет хорошо Как он Есть стенка Что на топе Скаймейдж Шестой уровень Есть флеер Ну и вот она Медалька пошла У визажа Теперь фармить Гораздо проще Будет с фамильярами Соло ауэра В двоечку 20% Бонус дэмэджа ТП в мидл Прилетает сюда Сайланд Ну и можно фармить Рошана Да пошла Медалька Фамильяры Накатывают Одна треть Рошана Отсыпалась Очень быстро Ну вот пока Не смещают сюда Ребята из Клифф И судя по всему Рошанчик Отдадут Быстро его Сайланд Выформил Вот он Аегис Взлетает маг Тут же с даггера Упрыгивает отсюда Я так понимаю Кентавр Или кто это А нет Это пак Это пак Отпрыгнул Ну и по ботому Резолюшн толкнул Уже крипов До вышки Есть фортификейшн Но дефать Вроде как некому Это разным будет Т1 на ботами На Т1 на топе Т1 на ботами Уже упала Забирает фракса Утракси уже уйма денег Просто 1900 После Яши Поэтому Манта ставил Не за горами Или сейчас лучше Идти вообще в БКБ Хотя пока есть Аегис БКБ может И пренебречь На топе Попытка засейвить Хакона Лассо Минус Хакон Портификейшн Солочь Пошел Есть свап Если что Получает слоу Надо сденайть вышку Прилетает сюда Флай Получает стан Накрывает флеером Стресс запрыгивает Сэланс Но там в это время Кентавра убили Резолюшн Пак Сруны хосты Поэтому его не догнать Остается просто Попытаться Столкнуть вышку В меде Пока двух игроков Тим Клифф нет Да Отлички неплохие Залетают Ну что поделать С таким количеством Физдэмэджа Ничего Когда даже Винга наваливает 120 с руки На 15 минуте С этим Что-либо Трудно поделать Брю Огрклаб Пойнт бустер Все толще и толще Становится И совсем скоро Появится Аганим Сайлант Приобретает себе Сэнш Это будет Сия Интересно Хотя Бонусный мувспид И Бонусные хп Здесь конечно же Не помешают Просто когда играют Под визажа Обычно стараются Уйти в полную ловкость Чтобы фамильяры Били Очень-очень больно А тут Т2 И без игроков Неплохо протолкалось Но пока у имперцев Есть Аегис Они могут позволить И разные Выкаблучивания Скажем так Сейчас будет стычка Кого-то нашли Нашли Хакона Маг Взлетел Стампит Заходит в бок У Соло большие проблемы Его накрыли Он там дэмэдж вроде как разделили Алексей Алексей пока живет Но скорее всего погибнет Нет выживает здесь соло У него есть урна Минус 2 мгновенно Делает империя Минус 3 Пак Стресс Зажат Деться некуда Это минус 5 В исполнении Тим Эмпайр Встает здесь Но мы Видели что произошло С Райс Кингом Его просто в секунду Смели С таким-то бонус дэмэджем Ничего удивительного нет 79 бонус дэмэджа У Бэтрайдера У Флейн Бэтрайдера У которого практически Ничего нет 150 атаки Вышка осыпается Мгновенно Минус 5 от империи Они просто в ноль Расшатали А Егис не потерян Преимущество по золоту Около 10 тысяч Будет сейчас по экспе Десятка уже есть Заход на хайграунд Резолюшн есть по-прежнему Ультимейт Тава рассыпается просто Роджер запрыгнул Цепанули Как же больно Какой сильный слоу Роджер пытается уйти Флейн Брейк Раскатали Скай Мэйдж Тоже мертв Разложился Брюмастер Пошел булыжник Цепанутли Да цепанули Тут пытается подсейвить Дарксир Пак приземлился Стан Минус пак А тут скорее всего Можно ГГ писать на самом деле Ну то есть 36 секунд Не будет пака Он даун сделал байбэк Это минус первая сторона У Сайлента по-прежнему Есть Аеги Запрыгнул здесь Тресс Сайлента пытается убить Вакуум Ничего ему почти не неслось Ваха минус Посадили на него фамильяров Резолюшн переживает Плеер Цепляет Мэтрима Подтащили Минус армор Две тычки от Траксы Рассыпался Пак Запрыгнул Дроп Аегиса Развалили Солочь Сейчас станет Тракса Но тут очень больно Минус Минус все Дарксир отсюда наверное не уйдет Запрыгнет Бэтрайдер Тычка от Траксы Трипл килл от Сайлента Он стоит на чужой базе У него уже появляется БКБ Как он Нинус как он Ультра Килл от Сайлента Пожимает БКБ И Роджер отсюда тоже не уходит Рампейдж Еще один Рампейдж Толкнули Форстафом Третий Рампейдж От Сайлента Это ГГ Это ГГ На 19 минуте От Тим Импайр Если начало было Как-то выглядело В сторону Климф Вроде как агрессивно Играли 8-3 По киллам было То один Единственный заход На хайграунд Который принес Имперцам Три очка Климф Род До Хайлайт Как он Ну да Действительно Ребята С Трипл Рампейдж От Сайлента Могут попасть В Хайлайты Правда В качестве фрагов Но это в принципе Ты в любом случае В кино Какая разница Как Фрагом Убийцей Может быть Деревом Или еще Кем-то Главное Что ты В телевизоре Да Дорогие друзья Как-то так И вот она Обновленная Статистика Team Empire Прыгает сразу На седьмую строчку 8 матчей 5 побед 3 поражения Впереди у них Еще 2 матча И сегодня Они могут Если все выиграют Расположиться На одном уровне С Team Secret И многое зависит От игры Нави Потому что Они также Могут поравняться С Team Empire Очками Если Те заберут Все что можно Ну а вот Топ дэмэдж Дилеры Это Silent 13513 На втором месте Стресс На паке 8957 Следом идет Fly на визаже 8600 7000 У резолюшена И У Солоча Который анкнул Ну секретный пацан 4596 Да Это снова я Опять мое лицо Мы сейчас будем Ходить на небольшую Рекламно-музыкальную паузу Ну как небольшую Минуту Она наверное Точно будет После которой Вернемся У нас впереди Еще два матча Team Empire Потом матч Na'Vi Так что Есть чего Сегодня посмотреть Оставайтесь за экранами Ко мне сейчас Присоединится адекват Так что Вдвоем Должно быть Повеселее Субтитры создавал DimaTorzok Испорт Бэтс Ком Уникальное место Для настоящего Геймера Только здесь Возможны ставки На киберспортивные События Ты знаешь толк В самых популярных Играх И готов рисковать Смотри регулярные Трансляции И зарабатывай Реальные деньги Испорт Бэтс Ком Живой азарт И холодный расчет